Молития Игнатиховича. Молития Игнатих. Молития Игнатих. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, Сущий, на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое из Царства и силы и славы во веки. Аминь. Аминь. Встал после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи и ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! С постели от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети сердце и открою ста моих, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, молитвами, Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогнивался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззакония моих, но оказал мне обычное Твоего человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, и прославить могущество Твое, и ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, и разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, и открой уста Мои, чтобы прославлять Тебе в благодарном сердце, и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу. И ночь в ночь открывает знания. Нет языка и нет наречек, я не слышал ты бы голос их. В тень земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Подставил ни жилища солнцем. И оно выходит, как жених, прачивающий оттого своего, Радуется, как исполин, пробежать по пучке. А край небес исход его и шествия у докрая их, И ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведно, век или оттерпел. Заповедь Господа светла, просвещает почи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господней истины, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, Слаще меда и капель сота. И раб Твои охраняется ими в соблюдении их великой награды. Кто усмотрит погрешности своих? От тайных моих очисти меня. Я от умышленных подержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду счастлив и порочен от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою. Господи, твердыния моей, избавитель мой. Да услышит Тебя, Господь, в день печали. Да защитит Тебя имя Бога Яковлева. Да пошев Тебе помощи из святилища. И сиона подкрепит Тебя. Да воспомянет все жертвоприношения Твои и все сожжения Твои. Да соделает тучным. Да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои. Да исполни их. Мы возрадуемся о спасении Твоем. И во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполни Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего. Отвечает ему со святых небес Своих. Могуществом спасающий десницы Своей. Имея колесницами, иные конями. А мы имеем Господа Бога нашего, хвалимся. Они поколебались и пали. А мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя, и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Господи, силой Твоей веселится, царь. И о спасении Твое безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец и чистого золота. Он просил у Тебя жизни. Ты дал ему долгодельствия навек и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословения навек. Возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо царь уповает на Господа. Ибо благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих. Десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их подпечь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плоды с земли и семей их и среди сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить и их. Ты поставишь их целью из луков Твоих. Пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силой Твоей. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песню спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне восстать греховной смерти, но сжалься надо мною добровольно распявшейся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, ставящего при Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный день, безгреховный Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколепчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердии Твоим принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и вели в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне работу и на прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты Сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущей, озирающей долы земные, наблюдающей сердца и помыслы, ясноведующей тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, слов и мысли, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И дары нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творения в веки вечные. Аминь. Аминь. Святый Ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешному, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель, Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе Своем, и садил меня рабовым достойным Своей милости. Аминь. Аминь. Пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Сергий, Галина, Ольга, Анатолий, Виталий, Катерина, Надежда, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Бо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помил отца моего духовного Игнатия, батюшку и Акима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные и небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравия, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все и грехи, вольные и невольные, дару им Царство Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Ангелова пияж и благодать, нечистая дева, радуйся, и по киреку радуйся. Твой сын воскресе, три дневи над гроба, и мертвые я воздвигну, и люди, веселитесь. Белитесь, осветися, осветися, новое Иерусалиме, слава Бога Господне, на Тебе воссия. Легко ныне веселись, а сионе, Ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву о Депречистой Твоей Матери. Преподобные богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых придаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою, достой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добрительно жить, быть добрыми христианами, полезными людьми. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах. Избавь их от хитрых, поздних дьяволов, многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых, беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи, Боже наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы, потребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты, источник премудрости, Тебе славу возносим всегда и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Молитесь, Игнатья. Дальше. Спасибо Господи. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Терила, Венедикта, Французского, Фамилия, Александра, Беодора, митрополита Тихона. И весь священнический, еношеский чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и нам, да еще священникам, если угодно тебе. Смири власти войск, то есть надей страх, что на них и через них сотвори благое церкви твоей. Положи им на сердце издавать мудрые законы, дабы позволили достойно проводить жизнь, дабы было еще уделять нуждающимся. Коснись сердце Владимира Дмитрия, Данадзе, Рамзана, Владимира Александра, Дагена, Амана, и дары мира Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, Господи. И научи нас ценить это мирное время, приготовь землю к великим и грозным испытаниям, глядущим на всю вселенную. Слава тебе, Боже, за тихую и медную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить уможить все наши таланты, дарованные тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И в этот день сохрани нас от всякого рода зла и греха, всяких искушений. Сохрани нас десятиление наше от пожаров, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира и ее обрати на путь покаяния. Благослови Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей и Иосифа, прищи добрые жители и с детьми, любящими закон твой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадай, Виктора, Сергея, Селасьяна, Людмилу, Нину, Алюфину. Расшир, ты делай, община и новая душа. Василий и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Гердеру, Рафиль, Екатерина, Екатерину, Галину. И всех, кому возвестили слово истины Твоей, помилуй, Господи, вадри на угрозы врагов, на их злодейство, вредительство. Погаси их злобу, примирись с нами, и в судный день не помирись, не помини их безумия. Александра, Александра, Виктора, Шелье, Максима. Воздай милостями благодетелям наших, Елену, Людмилу, Меонилу, Афьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежду, Андрану, Юрию. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Вадима, Александра, Игоря, путешествующий, благослови его, братья их, живущим своим. Раиса, Льва, Виктора, Виталия. И нади все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Ирину, Марину, Татьяну. Господь, Владына, Болящий, дай силу перенести страдания. Укрепи и пошли в исцеление Валерия, Ирлариона, Кирилла, Татьяна, Татьяну, Сергея, Надежда. Валентина, Валентина, Анна, Александра. Благодарю тебя за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на больном. Хвала тебе, наш Господь, слава тебе. Из романа от него отгони злого духа и упрямства. Не дай ему там погибнуть, где он есть. Не засови Никитов. И всех, кто был здесь. Гудь мед, там, Владыка, коснись сердца Алексея. Найди его, обрати. И разруши все преграды, мешающие ему веровать. От табакокурения избавь его. От груда и сквернословия. Для обольстителей и священников отведи от него, Господи. Слава тебе, милосердный нам, Господь и Бог, Создатель. Аллилуйя. Найди отступников падших, покинувших тебя. Михаила, Николая, Александра, Юлия. Найди, Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Сохрани наши сокровища в интернете здесь и книги, и пути здесь. И трудящихся Игоря Юрия, Дмитрия Виктора, Благословица. Сергея, Сергея, помогающих. Андрея, Андрея, Боренфина, Вячеслава, Дмитрия. Ты всех знаешь, Господи. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Иисус. Слава Вышней Богу, на земле мир человека благоволенную. Слава Тебе, Господь и Бог наш, и Бога. Аллилуйя. Благодарю Господи за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тихо, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Воззай вечность всем, трудившись над моей душой. Мария, Всепана, Александра, Михаила, Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами твоими. Воззай, Господи, добром тем, кто помогал нам в путешествии нашим, Павлу, Зинаиду, Владимиру, Семейству его. Сергея Дмитрия, Людмила Дмитрия. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне греши. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь смерть и сейчас, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И введя на веки вечное Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Ян Креститель, Теще Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жители в бедности. Имея пропитание и одежду, быть довольными. К каждому дару и живет. Сохрани нас от пропота, от зависти. Вращи нас перед нуждающейся в нашей помощи. Слава Тебе. Святитель Христов Никола Мерликийский чудотворец. Моли Бога о нас, да укрепи Господь народ свой. Да бы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Иллисей, Инох, Моисей, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Норь, Иосиф, Патриархи. Илья, Ио, Авель, Ио, Авель, Ио, Авель, Ио, Айгей, Сапония, Захария Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрак и пророк Нихей, Авраам и Саак и Иакам. Да исполнил Господь Духом пророческим церковь Свою, вы, дабы день прикольного нашего отшествия, не застал нас неготовыми. Но чтобы вы еще на встречу Тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, с одевыми в Духе Святом, с любовью, Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, и феррубимы, и терапимы, и все небесные силы к престолу Божию, предстоящие святые апостолы, и Петр, и Павел, и Евангелисты, Макеи, Марк, Духа, и Иоанн. Да дадут Господь нам жажду исследовать священное писание и жить по заповедям Господним. Ибо Господь любит даривность и дух живущим нас, слава Тебе, Боже наш! Смолите Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликамс, Минский усил-философ, Касмай, Дамьян, Андрей, Спросилата, Ирон, мученик, Климент, Римский, Климент, Анкинский, Анкиний, Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеином, Сторых святых мучеников, Сарм Николаевич, Святой Астанское семейство, Владимир Леномий и Осип Борисов, Дед. Смолите Бога о нас, Да укрепи Господь народ свой, Дабы никто не принял и считай нет вере, Антихриста, Антиму, Вениамину, Да и веру, и устрашай родителей, Их доложное воспитание детей своих. Смолите Бога о нас, Детей отцы. Василий, Великий Григорий, Баласов, Иоанн, Баласов, Апанасий, Великий, Икрем, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Степан, Тернский, Сиротин, Саровский, Иоанн, Тоболь, Иоанн, Штат, Иоанн, Шанкаси, Ик 21, Кирилл, Мефодий, Инакентий, Николай, Макарий, Иоанн, Патель, Иоанн, Ивсце, Каневочий, Ивсце, Историй, Болите Бога о нас. Да, сохраним нас Господь Святой и православной вере, А замысел Ильтихов, Разрушив, Мечто превратить. Аллилуйя. Господи, Утешься оставшихся После сгоревших людей И их родственников И обрати их взор к небу, Ибо без Твоего ведома Ничего не случается. И ты допускаешь. Пошли в утешение. И сохрани детей в Сирии. Помоги им, Владыка Святой Истины. Аллилуйя. Молите Бога на святые жены и девы. И сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоримость Галины, Семейства, Евгения, Надежды, Владимиры, Людмила и Анна. И прими нашу молитву издяния рук, как жертву вечернюю благоухание приятное, то есть престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих и Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, во всемогущий и любящий Отец Небесный. Во имя Жертвы Христа и Супрителя и Крови Его. Прими нашу молитву о всех, заповедовавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй Александра, Александра, Сергея, Сергея. И Алексея этого найди, Господи. Говори, Владыка, слушай и дослышит Рав Твойский. Аминь. Христос воскресе всем. Воистину воскрес. Воистину воскресе. Воистину воскресе. Мы продолжаем чтение книги «К истинному православию» Игнатия Тихоновича Лавкина. И третья часть темы «Отцы и дети». Сесой Великий. 6 июля памяти. Страница 118. Был у сего преподобного отца ученика Полос. По силе вражьего коварства, в числе прочих пожеланий и искушений, у него явилось желание священнического сана. В сновидениях ему являлись бесы в образе святителей, хиротонисавшие его епископа. Не послушав Сесоя, чтобы не добиваться этого, Аполлос тайно бежал в город, но дорогой встретил его бес. Имея звериное подобие, бес в то же время был похож на мужчину и на женщину. Распространяя смрад, бес являл пред глазами Аполлоса такое бесстыдство, что сего даже невозможно передать на письме. Кинувшись Аполлосу на шею, бес обнимал его руками и часто целовал. Аполлос ограждал себе крестным знамением и вырывался из рук его. Но бес говорил ему, «Знай, что ты мой, и люблю я тебя, ибо ты исполняешь мои желания. Доведу до конца твои желания». Призвав имя отца Сесоя, увидел, что бес, отступив от него, преобразился в красивую женщину и сказал ему, «Подойди, удовлетвори своему желанию, я обещаю сделать тебя священником и епископом». «Урок всем покидающим, меняющим своих духовных отцов, как страшно мирно беседовать с эритиками и соглашаться с ними, и тем более рассказывать врагам церкви о своих отцах духовных худое». Поисий Великий, 19 июня, страница 436. «Один ученик святого на пути беседовал с евреем, который, цитирую, увидев простоту его, начал изливать скверным своим языком яд, и сказал еврею, что Христос еще не пришел, а придет. Инок же по своей умственной слабости и простоте сердечной внимал, как истине, и даже распромолвил, «Может быть и правда, что ты говоришь». Поисий сказал ему после, что этими словами ученик отвергся Христа, лишился благодати крещения, перестал быть христианином, «теперь иди и оплакивай, как хочешь, ибо нет тебе места со мною, но твое имя написано с отвергшимися Христа, с ними ты и примешь ад и муки». После долгих молитв из уст ученика вышел бес в виде дыма темного. Страница 443. Среди учеников преподобного был некий старец, который имел совершенно мирские обычаи и нравы, слушал поисия и поносил слова святого, позволял себе и ругаться над беседами святого поисия, говоря при этом одну только расслевающую хульную ложь. По молитвам поисия и просьбе лживого инока из уст хульника вышел злой дух. Мартин епископ. 12 октября. Страница 297. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Бритский, Брикци, который происходил из самого низкого звания, на которого Мартин приютил, воспитал и возвел в Сан-Диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикци стал страшно поносить своего незлобивого учителя и в глаза, и за глаза. Святой муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще большие хулы, и потом убежал и встречному назвал Мартина обманщиком. Почему ты меня назвал обманщиком? Я никогда не называл тебя так. После того с Брикцием сделались припадки бешенства, и однажды, когда Мартин сидел на скамье пред своей кельей, Брикци набросился на него с яростными ругательствами, причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощряющие его к безумству. Истинный Отец есть тот, через которого душа обратилась, питалась духовными беседами или от кого приняла крещение и где исповедовалась. Цитата. «И хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4.15 «И до самой смерти дети духовные не имеют права осуждать, раздевать отца, чтобы не сделаться хамами, проклятыми Богом. Кто же дерзнул на это, тот давно перелез через ограду закону божественного, морального и идет к погибели». Цитата. «Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. «Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло, не видел Бога. А Димитрия засвидетельствована всеми и самою истинною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство – наша истина». 3 Иоанна 9-12 «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют воры дольные и сожрут птенцы орлиные». Притча, 30 глава, 11-17 стих. «Это гордые диатрефы, строители Вавилонской башни разделения и гордыни. Разве патриарх Тихон давал повод введенному Введенскому АИ, названному митрополитом Виталием у обновленцев, Красницкому и другим обновленцам-отступникам хулить себя отделяться от церкви?» «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». 1 Иоанна 2-13 «Убив брата Авеля, Каин скитался и дрожал всю жизнь. Этот страх на всех духовных убийцах. Так сделанный грех Адама застаивал скрываться, бежать от лица отца. И дух безбожия срывает, как незрелые смог выбывших в церкви. Отступники от церкви Христовой всегда говорят о любви, которую они не нашли в церкви. И о том, как много любви там, где они теперь, вне церкви православной. Говорят еще более о мире, которого не обрели в церкви, а на самом деле сами-то и не явили любовь, мирность». «Не нужно оставлять падших, хотя бы мы наперед знали, что они не послушают нас». Иоанн Златоуст Почему Иуда стал предателем? Путем анализа Иуда пришел к выводу, что он ошибся в Иисусе из Назарета, что он не тот обещанный пророками Мессия, а обманщик. А значит и сам Иуда оказывается не на той стороне, что Христос предал мечты Иуды о царстве Израиля, и предательством ответил на предательство. И только увидев Христа на Голгофе, вновь осознал, что первое его решение следовать за Христом было истинное. А уход от истины погрузило в ово мрак и удавился от ужаса содеянного предательства. Еще цитата. «От истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофея 4.4 «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». 2 Петра 1 глава 16 стих «Сворачивают с прямого пути исповедания своего греха на путь тайных сборищ, ропота, клеветы, уходя от законных собраний церковных, раздевают мать церковь, ибо церковь, по слову Златоуста, одевается людьми, как листьями. И сей грех страшнее греха хама, только лишь не прикрывшего наготу лица своего». Цитата. «Если кто, епископ или пресс-свитер или диакон, или кто-либо из сопричисленных к Лиру или Мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым бы надолго устранен был от своей церкви, но, пребывая в ограде, в три воскресные дни, в продолжении трех седмиц, не придется церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а Мирянин да будет отлучен от общения». 6-й Вселенский собор, 18-е правило. Ганнгрский собор, 5-е правило. И анкирский, по-моему, второе правило. но как бы далеко ты не ушел от бога и церкви у 10 решимость вернулся какова была решимость ваша чтобы удалиться от бога увеличьте ее в 10 раз чтобы обратиться и искать его вару в 428 не будем самолюбивы ибо от самолюбия как ветки произрастают все пороги и сихи забвение ленность и нерадение рождаются от сластолюбивой и покойной жизни от привязанности к славе и развлечению а первоначальная причины и самая негодная мать всего этого самолюбия то есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу ефрем сирин цитата кто утверждается на собственном разуме и живет по своей воле тот привлекает к себе толпы бесов а ваисая ничто не приводит так скоро к невидимой гибели как самомнение и самоугодие петр дамаскин самомнение это нам и наша немощь духовная весьма трудно замечаемое и осознавание осознаваемое более всего у нас противно богу как первое исчадие нашей самости и самолюбия источник корень и причина всех наших падений и непотребств она затверяет ту дверь в уме или духе только через который обыкновенно входит нас благодать божия не давая благодати войти внутрь и обитать в человеке никодим святогорец отступники от православия впадая в ересь ересь и в экуменизм в католическую эсхизму считают себя находящимися в церкви далее цитата крайне окаменение омертвение не чувствительность заключается в том что кто-либо имеет большую смертельную рану но не ощущает болезни последнее же безумие заключается в том чтобы падать в яму в пропасть и не знать этого своего падения не смотреть на него и не бояться это похоже на пьяницу который не понимает что с ним делается цитата и скажешь били меня мне не было больно толкали меня и я не чувствовал когда проснусь опять буду искать того же плечи 23 35 если кто спросит как отгоняется эта тьма я отвечу пусть сидит этот духовный слепец при пути православной кафолической веры и усердно пролежно взывает к христу богу иисус сын давидов помилуй меня дмитрий ростовский истина христова им темно а противно это истине ложь им кажется ясной тут они в своей стихии как это не очевидно а все же они готовы спросить неужели и мы слепы и она 9 40 нечего скрывать слепы а так как слепы по своей вине то грех слепоты и невидение света лежит на них феофан затворник еще цитата любая рассеянность и погруженность во многие заботы непременно соединены с глубоким невидением себя а такое невидение всегда очень довольна гордо собою гордо собою бренчанинов они оставляют свое сердце след давать собственной воле и воле дьявола которые видят что они сошли с право куди не только не мешает им подвязаться в этих телесных подвигах но укрепляет их суетных помыслах испытывая при этом некоторые духовные состязания состояния и утешения эти подвижники считают что возвысились уже до состояния чинов ангельских и чувствует в себе как бы присутствие самого бога они находятся в великой опасности имея внутреннее око то есть он свой помраченным они смотрят именно самих себя и смотрят неверно после этого уже нет возможности чтобы кто-либо из людей обратил таковых кроме особого божьего воздействия никодим святогорец всякий человек более или менее склонен к прелести потому что самая чистая природа человеческая имеет себе нечто горделивая уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных кавычках мнениями они учту уничтожили эту способность принеся на алтарь лжи самые начало деятельности человека его спасения одержимые мнением по большей части преданные сладострастию и несмотря на то что приписывают себе возвышеннейшие духовные состояния беспримерные в правильном православном подвижничестве игнатий бренчанинов никто пусть не будет лукавым и двоедушным чтобы не постиг его грозный приговор истребит господь все устали стивые язык велеречивый псалом 11 4 феодор студит многие как на позорище лицедействуют к собственной жизни одно нося в сердце а иное выставляя на показ василий великий оставив легкое бремя то есть самоукорение мы возложили на себя тяжелое самооправдание иоанн ков еще цитата лучше всегда себя везде признавать виновным такое смиренное признание делает человека угодным богу и людям хотя перед людьми мы можем быть не виноваты но пред богом всегда виноваты тихон задонский были установлены покаянные степени кающихся на которые делились исповедующие свои грехи в зависимости от тяжести грехов таких ступеней было четыре святитель григорий неокисарийский 22 октября память первое плачущие стояли пред дверьми церкви с плачем просили входящих в храм помолиться о них и в богослужении не участвовали второе слушающие участвовали в богослужении как оглашенные то есть в наставительной части они стояли у входных дверей третье преподающие могли оставаться в храме во время всей службы но на коленях место их было в передней части храма до амгона 4 куб настоящие присутствовали на богослужении как верные но без причастия если за аборт отлучение на 10 лет что на какой то на каждой ступени покаяния проводили два с половиной года исповедующийся должен подробно исповедать падение исповедующий должен напоминать ему и спрашивать василий великий второе правило клятва преступник отлучается на 10 лет от причастия 64 правило отрекшийся от христа все время жизни должен быть числе плачущих а при конце жизни удостоится причастия василий великий 73 правило воле убивший 20 лет правило 56 или 27 лет что вот это гриб граниок 9 непонятно иные настаивают на отмену эпидемии за согрешение на этом митрополит иона 1652 год говорит таковых бесчинников будем казнить казнью церковную по святым правилам без милости потому что не показали святые отцы и апостолы в своих правилах ни пощады ни милости и от нас милости не будет но дух западничества и католицизма проник в церковь православия особенно при петре первом и был издан указ 1734 году цитата ни за какие вины от входа церковного не отлучать и прочих по чину восточной церкви треб отнюдь не лишать опасаясь за тоже себе жестокого на теле наказания и священство лишения наше время некогда грозные петель и святеля василия великого заменены поклонами чтением молитв и забывают слова златоуста что если священник не накладывает и петель и не отлучает за грехи то сам по би погибает и ввергает в погибель тех кого допускает до причастия без наказания ибо каждый ныне стремится жить своим умом они трудиться над душой как муравей или пчела притча 6 глава 6 по 11 их а более всего дорожат независимостью и своеволием где сам себе голова и хозяин там и пятим я прихожанам не нужно это узкий гордый и больной разум человеческий не преображенные в духе божием одинаково стремится к разделению и ищет повода к нему дух сектантство уклонение от истинной церкви против которого надо вооружиться молитвой и трезвением дух этот душевная плотская не духовная ревность цитата римская экклезиология видит в первенстве римского папа решающий принцип видимого единства церкви быть вне общения с преемником петра значит поставить себя вне церкви папа павел 6 24 мая 1976 год еще цитата святая римская церковь осуждает порицает и анафематствует всякого кто думает обратно и или противоположно не принимает филиоква и объявляет его чуждым телу христову которая есть церковь эти анафемы на православных до сих пор не отменены 8 том настольной книги священнослужители страница 666 1988 год зараза католицизма и экуменизма выражается по папством в том что они признают любое крещение по правильному чину совершенное и неверующими только в православной церкви не поврежденные догматы и здесь свет не поврежденные тьмой измышлений и реформизма и модернизма но путь тьмы искривлен и исполнен проклятие ибо есть путь вечной смерти и наказания здесь лицемерие двоедушие гордость вероломство коварство злоба здесь гонители добрые добрых наставники истинные любители лжи ненавистники истинные любители лжи ловкие в злословии варнава цитата праведное и святое дело братья повиноваться богу нежели последовать тем которые в надменности и кичливости стали предводителями презренной зависти ибо немалому вреду а напротив подвергаемся великой опасности если опрометчиво отдадим себя на волю тех людей которые подстрекают нас к раздору и мятежам лучше воспротивиться глупым и несмысленным превозносящимся и хвалящимся вы братья спорливы и ревностны в том что немало не относится ко спасению подумайте какие люди развратили вас и уменьшили красоту знаменитой братской любви вашей должны просить прощение те которые были предводителями возмущения и раздое иначе гибели как дафану фараону ад и смерть вы положившие начало возмущения покоритесь пресвятеран примите вразумление к покаянию преклонив колено сердца своего не одно колено как у католиков и у красного знамени научитесь покорности отложивший тщеславную и надменную дерзость языка ибо лучше вам быть в стадии христа малыми и уважаемыми нежели казаться чрезмерно высокими и лишиться упования его обратитесь к моему обличению вот я и залью на вас дух мой возвещу вам слова мои я звала и вы не послушались простирала руку мою и не было внимающего и вы отвергли все мои советы и обличение моих не приняли зато и я посмеюсь вашей погибели порадуюсь когда придет на вас ужас когда придет на на вас ужас как буря и беда как вихрь принесется на вас когда пости нет у вас скорбь и теснота тогда будут звать меня и я не услышу с утра будут искать меня и не найдут меня за то что они возненавидели знания и не избрали для себя страха господня не приняли совета моего презрели все обличения мои зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их и мига притчи 1 глава 23 по 31 стихи первое послание коринфянам климента римского еще цитата эгоизм сильнее всего подавляется пресечением своей воли какие хочешь употребляя средства против эгоизма ничего не сделаешь с ним если будешь давать свободу воли отсюда следует что где ищут волюшки во все там ищут расширение эгоизма и охлаждение любви ищут большего зла если эгоизм вселиться в сердце то в нем расплодится целое полчища страстей епископ феофан затворник для любящего душу свою для того кто не решается на самопожертвование закрыта евангелие они читают букву но слово жизни как дух остается для него под непроницаемой завесой самолюбие боготворит свой падший лжеименный разум старается во всем постоянно удовлетворять свои падшие ложно направленной воли самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти или посредством человека угодья игнатий бренчанинов если бы мы даже не сделали никакого греха то уже один этот грех осуждения мог бы свести нас в преисподнюю и он златоуст отходящий от православной церкви без слова одним фактом своего ухода от истины и света осудили все соборы церкви и всех святых отцов просил ли прощения у ноя хам но он раб рабов и таковые же имена носят рабы рабов все горды и кому церковь не мать тому бог не отец киприан карфагенский цитата они ненавидят обличающих воротах и гнушаются тем кто говорит правду амос 510 есть специальности особо подверженные проникновению в них греха учительство и торговля иакова 3 глава цитата посреди скреплений камней вбивается гвоздь так посреди продажи и купли вторгается грех серахов 27 2 если даже просто пройти по тоже еще считалось осквернением марка 7 4 и даже проехать через базар на лошади то необходимо увеличить скорость чтобы не задохнуться в миазмах алчности и безделья феофан затворник то какая ржавчина и гниль поражают души тех которые переплетены в которых переплетены эти особо доступные демонам специальности духовнику необходимо запретить гибельные занятия и не дай бог если еще и жена властвует на мужем это уже окончательная гибель цитата не сыну ни жене не брату ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей счет цитата не отдавая жене души твоей чтобы она не восстала против власти твоей счет цитата досада стыд и большой срам когда жена будет преобладать над своим мужем цитата опущенные руки и расслабленные колени жена которая не счастливит своего мужа сирахов 33 19 9 2 25 24 26 если такие грехи такие преступления впавшие в которые несут на себе особую печать отвержения и их даже величайшие святые не пытаются обратить или вернуть в веру есть это добровольно единственно по злобе из-за осуждения духовных отцов хама в грех отпавшие от веры впавшие в холу на истину ставшие через это врагами правды детьми дьявола деяния 13 8 цитата отрекшийся от христа и сделавшийся преступником против то есть спасения все время жизни своей должен быть числе плачущих и обязан исповедаться а при конце жизни удостоиться причастия святынь по вере в божье человеколюбие василий великий 73 правило еще цитата и так по разделению грехов вышереченным образом грехи касающиеся мысленной способности души признанные от отцов тягчайшими и требующими большего продолжительного и строжайшего покаяния например если кто отрекся от веры во христа и явился предавшим себя или иудейству или идолопоклонничеству или манихейству или иному подобному виду нечести таковой если произвольно устремиться на сие зло но потом раскаялся все время жизни своей должен иметь временем покаяния ибо таковой не удостаивается никогда во время совершения таинственной молитве купно с народом поклоняться богу но наедине да молится от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен но в час исхода своего от всей жизни да удостоится причастие святых тайн если же пачи чаяния случится ему остаться в живых то снова доживет в том же осуждении не сподобляя святых тайн до исхода своего а те которые могут муками и жестокими истязаниями вынуждены подвергаются эпитемии на определенное время ибо святые отцы таковое человеколюбие показали им потому что они душа их подверглась падения но немощь телесная не могла противостоять мучением посему за насильственное и мучением вынужденное отступление по обращение мера эпитемии определяется по примеру согрешивших любодеянием григорий низкий второе правило решившие основать свое сборище числа 16 глава ставшие лютыми врагами верных разыскивают среди них ослабевших и добивают их от торгая от церкви книга второзакония 25 глава 17 по 19 стихи исход 17 глава с 8 по 16 числа 24 глава 20 стих 1 царств 28 18 грех амалика злобность особенно в женщинах из рода пронырливая и завели откровение 2 20 прелюбодейки учащий причащаться у ритиков сирахов 25 17 29 в житиях святых лютейшему зверю женщине отдавали на казнь подвижников 19 марта хрисанс 10 февраля хорлампий 7 декабря амбросии 22 июня и в севе 12 февраля милетий 14 июня мефодий отступники изменники предатели извернутые дьяволом в прелесть ереси делаются злее и опаснее своих новых хозяев хвост скорпиона жалит сильнее головы откровения 9 глава 10 по 19 и 12 глава 4 стих они рискают по пустыне греха вкрадываются в дома нерадивых матфея 23 15 добивают их делая их сынами гиены цитата ибо вкрались некоторые люди или предназначены к сему осуждению нечестивые обращающие благодать бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки бога и господа нашего иисуса христа послание иудачи 4 глава к сим принадлежат те которые вкрадываются в домы и обращают женщин утопающих во грехах водимых различными похотями 2 тимофея 3 6 лесной вепрь подрывает ее и полевой зверь объедает ее псалом 79 14 отбрасывая номинальных христиан в неандертальство даруя им цыганскую психологию таковые противящиеся моисею хуже волхвов 2 тимофею 2 16 3 8 борьбу с таким князем бесовским в человеке могут вести только смиренные 4 октября павел припростой 4 декабря и андамаскин страница 109 оставил должность министра и пошел в послушники к простому но очень строгому духовному отцу однажды иоанн поэт композитор и художник нарушил свои обещания ничего не писать и был тотчас изгнан и горько скорбел как бы изгнанный из рая благодаря заступничеству старцев он получил строгую пятимью вычистить все туалеты и с радостью сделал это но никак не согласился перейти к другому менее суровому суровому духовному отцу а нынешние духовные дети цитата а сии злословят то чего не знают что же по природе как бессловесные животные знают тем растлевают себя горе им потому что идут путем каиновым предаются обращению на зуды как валаам и в упорстве погибают как корей таковы бывают соблазнах на ваших вечерях любви пишу стоя с вами без страха уточняют себя это безводные облака носимые ветром осенние деревья бесплодные дважды умершие и исторнутые свирепы морские волны пенящиеся с рамотами своими звезды блуждающие которыми которым блюдется мрак тьмы навеки о них пророчествовал и инох 7 от адама говоря сей идет господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которых которые произвело их нечестие и во всех жестоких словах которые произносили на него нечестивые грешники это ропотники ничем недовольные поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно уста их произносят надутые слова они оказывают лет соприятия для корысти послание иуды 1016 так на сегодня все спасибо слава христу вопрос ответника